Ожившие долгострои в Харькове начали активно возводить объекты, которые горожане ждут десятилетиями. Это филармония и две новые станции метро. Что уже успели сделать и когда открытие, узнаем от Светланы Шекеры. На стройке Харьковской филармонии кипит работа. Возводят новый вестибюль. В зале рабочие завершают декорировать стены и балконы. Реконструированный зал филармонии будет выглядеть так, как в 19 веке. Сегодня уже мы видим, вот атлант лежит, который ждет своей участи держать балкон. Вот мы видим головы кариатит, которые тоже поддерживают балкон, их руки. Вот тут вы видите уже совершенно четкие очертания колонн. Здесь пел Шаляпин и танцевала Майя Плесецкая. Теперь зал оборудуют по последнему слову техники. Установят специальную ракушку для лучшей акустики и трехуровневую поднимающуюся оркестровую яму. Мы можем увеличивать площадь посадочных мест в зале. Мы можем его менять конфигурацию зала в зависимости от того, что идет в зале. И можно сказать, что этот зал будет по типу американских, многофункциональный. Спорится работа и на строительстве Харьковского метрополитена. На глубине 8 метров сварщики устанавливают арматуру, которая будет держать стены будущего тоннеля. Первые 100 метров уже проложены. Мы добрались до грунта, потом у нас шебеночная подготовка, потом бетон, потом изоляция. Глава облгосадміністрации Юлия Светличная говорит, что эти два объекта люди ждали десятилетиями. Будуем много на Харьковске. Два больших строительных проекта. Это филармонийный комплекс, на котором харьковцы ожидали 10 лет назад. Это почти 1500 мест. Три функциональные зали. Первый был открыт современный органный зал 2016 года. Реконструируем камерный зал, а также большой зал филармонии, примерно на 800 мест. Будемство метрополитена за собой носит открытие двух новых станций в бок аэропорта, а также значительное уновление рухомого склада. По плану, две новые станции метрополитена, Державинская и Одесская, примут первых пассажиров уже в 2022 году. Светлана Шекера, Александр Яновский. Подробности телеканал Интерхарьков.